Здравствуйте! Сегодня 26 января, наконец-то нашла время снять видео, все никак не могла собраться. Ну и пока собиралась, тут немножко тоже нацвело, что-то уже поцветало. Ну, на главном фоне это Тангерглоу котлея, моя, наверное, одна из любимец, потому что цветет хорошо. Каждый год, четко в январе и, по-моему, еще летом, два раза в году. Так, ну и начнем с лево-направо, как обычно. Здесь у меня цветет ринхостилис белый, очень люблю их уже, наверное, знаете. Аромат у них очень приятный, цветки красивые, пластиковые и цветет около двух месяцев. Второй ринхостилис, который, я говорила, пересортом расцвел, у него цветочки чуть меньше, чем, например, у чисто белого. Ну, так где-то на полсантиметра. Цветет лилия, лилия веечана, это лилия анцепс цирулея вар веечана. Очень красивая лилия, вот такой вот шикарной губой. Тоже очень вот беспроблемная лилия, очень хороша в цветении. Вот что ни рост, то цветонос. Вообще, вот цветок вот такой вот, достаточно крупный. Получается, я связала два цветоноса, потому что смотрят в разные стороны. Если посмотреть на само растение, я его не мыла пока. Ну, вот такая вот крупная дама, достаточно размашистая. Ну, цветок очень красивый. Так, на заднем плане здесь цветет тряная цирулея на тряная. Получилась тряная сплэш. Очень удачный гибрид, красивый получился. У всех цветет по-разному. У меня вот цветет она вот так. С каждого роста по три бутона. Тоже уже, наверное, вот такой вот горшок. 16 сантиметров, уже нужно пересаживать. Но скорее ее буду делить, потому что, ну, таким уже кустом, мне не очень интересно. Цветет, вот у нас опять дождь пошел. То солнышко, то дождик, то снег, то мороз, то тепло. Цветет с бенгрудом рейнбом фэнтези. Цветет он часто. Я часто тоже очень люблю интерфаленопсисы, потому что, наверное, долго цветут. Да, надоедают, но они делают такую общую массу. Ну, красиво, в общем. Видно, что орхидеи цветут. Так, все никак у меня не расцветет этот гастрошилус. Но бутушки уже вот такие вот большие. Ну, думаю, где-то, ну, через недельку распустится. Должен быть ароматный. Думаю, что должен тоже цвести около двух месяцев, потому что, ну, очень долго растет в своей бутушки. Цветет башмак. Вот такой вот. Вот эту дырочку взбатила. Вот такая вот. Ну, моя мечта, наверное, когда-то у меня свел, у меня была пафиния крестата. И в прошлом году мне подруга Анжелина подарила пафинию крестату. И вот теперь она у меня будет цвести. Ожидание, конечно, очень волнительное. Кстати, вон еще два новых цветоноса. Ну, одна из красивейших растений, пафиния. Нежная такая, да. Цветет она дней пять. Но ощущение непередаваемое. Так, цветет. Котлейка, которая нравится очень многим. Вот такая вот. Сейчас попробую. Сфокусировать. Не хочет. Попробую отсюда. Вот она вот такая вот красавица. Такой губой, лепестками. Кучу еды. Новые. Где-то года его так три вывели. Вот так вот называется. Ароматная. Немножко проблематичная. Вот она когда вот корме наращивает. А так вот цветет у меня вот каждый год она хорошо. Тангер Глоу. Дельта Кинг. Тангер Глоу, если брать полное название. Вот такие вот цветы. Вот такие цветоносы. Это вот, если посмотреть, да, в толщину самого цветоноса. Вот такой вот. Ну, просто, просто красавица. Вот такие вот желтые, шикарные цветы. Наверное, когда покупаешь котлей, всегда вот ждешь именно вот такого цветения. Ну, вот это вот, наверное, уже потолок, потому что тоже нужно пересаживать растения. Не знаю, буду делить или нет. Но, скорее, да. Потому что они после деления прям сразу такие мощные корни начинают. Ну, в общем, обновление корневой системы идет. Потому что вот все, что у нее есть, она там, скорее всего, съела. И дальше уже росты, ну, не очень, наверное, будут жирные расти. И поэтому буду делить ее. Так. Доцветает у меня персеволиана котлея. Одна у меня отсвела, которую я не успела заснять, сфотографировать даже. Ну, новый огонь был, как обычно. А это уже отсветает, второй доцветает. Это у меня, по-моему, персеволиана. Или тигуан-таману, да. Цветет дендробиум. Дендробиум а-ля артист, я его называю. Но это, вот, у меня он цветет именно вот так вот. Зелененькие. Но чем берет этот дендробиум? Ароматом. Ароматом ландыши. Пахнет ландышами очень сильно. Вот такое вот цветение. Вот они с этой стороны цветения. Вот он только начинает распускаться. Аромат уже стоит очень большой. Ну, классный. Так, цветет целогина флафибол. Вот такая вот японская селекция. Красавица вот такая вот. Из нового роста выходит цветонос. Тоже целогина беспроблемная. И бросьте цветение. А здесь... Ой, елоберт. Вот, желтая птичка цветет на два цветоноса. В прошлом видео там была, по-моему, на цветоносах стояла. Ну, в общем, вот такая досталась. Она у меня как бы осталась на передержку. Ну, человек как-то пропал. Она у меня такая осталась жить. Вот так вот сидит. Вот такая корневая в чистой коре. Цветет тоже, которая два месяца цветет. Это Монин Кис. Нет. Майкай Майюми. Да, правильно. Майкай Майюми. В общем, цветет она хорошо. Цветет долго. Многим нравится вот это вот трясное ее цветение. Наверное, мне она тоже нравится. Хотя цветочки, ну, лично для меня, ну, обычные. Но она... Но гибрид очень хороший. И она наращивает сразу много ростов. Потом сразу много цветоносов выходит. Ну, вот такая вот. Смотрится очень хорошо на общем фоне. Так, ну, и здесь у меня кусочек цветоноса можно видеть. Это... По-моему, у меня за мной вылетело ее название. В общем, в видео я вставлю ее название. В общем, гибрид лилии. Вот такой вот. Если я наведу на само растение, оно находится аж вот сзади. Вот это вот она. Санта-Барбара. Вспомнила. Вспомнила, прочитала. Вот такая вот на треть цветоноса. Я ее делила. Поэтому растение уже не такое большое. Но поделила. Все равно она цветет. С одного цветоноса. Вот такая вот красота. Она не ароматная. Но она берет своей красотой. Длинным цветоносом. Кто будет заводить, учтите, очень длинный. Даже не такой длинный, как у Виичиана. У нее, короче, в два раза. Может, от условий зависит, что у меня такие длинные цветоносы вырастают. Потому что я видела, что у людей цветоносы в два раза меньше вырастают. Вот такой вот обзор по цветущим растениям. Всем хорошего настроения. Пока-пока.